Всем привет! Вы на канале Краткая биография. Сегодня мы обсуждаем произведение Александра Островского «Гроза». В этом ролике вы увидите и услышите. Краткий анализ произведения, кто главные герои и их характеристика. Замечу, что в этом произведении их ну очень много. Краткий пересказ, пьесы по действиям. Досмотрите ролик до конца, оставьте комментарий, поддержите канал лайком и подпиской. Заранее спасибо за вашу активность. Теперь по сути. Пьеса Александра Островского «Гроза» является одним из выдающихся произведений отечественной драматургии и считается вершиной творчества писателя. Она представляет собой масштабный социально-исторический конфликт, противостояние двух эпох, кризис общественно-политической жизни целого государства. Год написания 1859. Тема «Противостояние патриархальных устоев и прогресса». Также подняты темы семьи и брака, греха и покаяния. Жанр. Пьеса «Реалистическая драма». История создания. Пьеса написана под влиянием путешествия по Волге, во время которого писатель записывал интересные бытовые сценки, разговоры и случаи жизни поволжских провинциалов. Время и место событий. Первая половина XIX века. Лето. Вымышленный город Калиновт на Волге. Между третьим и четвертым действиями пьесы проходит 10 дней. Главные герои. Марфа Игнатьевна Кабанова. Кабаниха. Купчиха в Калинове с большим достатком. Властная и грубая вдова. Каждый день терроризирует семью лекциями и нравоучениями. Не любит свою невестку, постоянно читает морали сыну. Придерживается старинного уклада жизни. По ее глубокому убеждению, весь мир держится на страхе, и любые отношения построены на тирании. Так, муж должен непременно бить жену и детей, а хозяин – своих подчиненных. Тихон Кабанов. Муж Катерины и сын Марфы. Мягкий, добрый и безвольный. С детства находится под полным влиянием жесткой матери. Пристрастен к алкоголю. Катерина. Супруга Тихона. Живет в семье Кабанихи. Красивая молодая женщина с покладистым характером. Воспитанная в строгих патриархальных правилах. Верит в Бога. Пытается полюбить своего супруга, однако испытывает к нему только жалость. Она становится главной жертвой тирании и свекрови. Пытаясь вырваться из этого царства лжи и насилия, Катерина заводит роман на стороне, о чем впоследствии раскаивается и кончает жизнь самоубийством. Второстепенные персонажи. Варвара. Дочка Банихи. Полная противоположность своего брата Тихона. Молодая девушка. Красивая и сильная. Вынуждена приспособиться к непростой жизни в собственном доме. Кабаниха не является для нее авторитетом, и она живет по собственным убеждениям. Искренне хочет помочь Катерине и сводит ее с Борисом. Ваня Кудряш. Молодой человек Варвары. Типичный представитель темного царства. Отличается дерзостью, развязностью, хамством. Стремится иметь богатство и власть над людьми. Борис. Племянник купца Дикого. Живет в его доме. Образованный лицемерный юноша с кротким нравом, нерешительностью и слабым духом. Не оправдав надежд влюбленной в него Катерины, не желая брать на себя ответственность за отношения, он трусливо сбегает от нее. Савел Прокофьевич Дикой. Купец, известный своим плохим характером и жадностью. Полная противоположность Кулигина. Он ненавидит и осуждает людей, игнорирует знания и прогресс. Унижает семью и своих работников. Жалуется, что все хотят от него только денег. Кулигин. Мещанин. Скромный механик-самоучка, который хочет помогать людям. Мечтает построить вечный двигатель. Старается улучшить жизнь населения города, но ему мешает продвигаться жадной Дикой. Барыня. Сумасшедшая старуха, 70 лет, которая предсказывает смерть молодым и красивым девушкам. Глаша. Служанка в доме кабановых. Темная, необразованная. Напарница Феклуши. Феклуша. Странница, приживалка кабанихи. Необразованная старуха. Умеет втереться в доверие к любому человеку. Используя лесть и невежество местных жителей, она создает себе обеспеченную жизнь и спокойную старость. В «Грозе» герои представлены таким образом, чтобы наиболее ярко показать противостояние патриархальных устоев и прогресса. Краткое содержание. Действие первое. В начале произведения автор знакомит нас с персонажами. События происходят в общественном саду на берегу Волги. Местный механик-самоучка Кулигин, который мечтает создать вечный двигатель, беседует с молодыми людьми. Кудряшом, приказчиком богатого купца Дикова и мещанином Шапкиным. Он возмущен поведением Дикова. Затем появляется племянник Дикова Борис и рассказывает Кулигину, что его родители жили в Москве, дали ему образование в коммерческой академии и оба умерли во время эпидемии холеры. Он же переехал к Дикому, оставив сестру у материнской родни, чтобы получить часть наследства бабушки, которое Дикой должен ему отдать согласно завещанию. Если Борис будет к нему почтительным. Все его уверяют, что на таких условиях Дикой никогда не отдаст ему денег. Борис жалуется Кулигину, что никак не может привыкнуть к жизни в доме Дикова. Кулигин рассказывает о Калинове и завершает речь словами. «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе! Жестокие!» Появляется Кабанов с дочкой Варварой, сыном Тихоном и его женой Катериной. Она ворчит на них и после уходит. Варвара отпускает Тихона тайком от матери выпить в гостях и, оставшись вдвоем с Катериной, беседует с ней о домашних отношениях, о Тихоне. Катерина рассказывает о счастливом детстве в родительском доме, о своих горячих молитвах, о том, что она переживает в храме, воображая ангела в солнечном луче, падающем из купола. Мечтает раскинуть руки и полететь. И, наконец, признается, что с ней происходит что-то не то. Варвара догадывается, что Катерина кого-то полюбила и обещает по отъезде Тихона устроить свидание. Это предложение приводит Катерину в ужас. Появляется сумасшедшая барыня и пророчит адские муки. Катерина страшно пугается и торопит Варвару домой к образам молиться. Надвигается гроза. Действие второе. События происходят в доме Кабановых. Странница Феклуша расспрашивает горничную Глашу о домашних делах Кабановых и рассказывает о дальних странах. Появившиеся Катерина и Варвара, собирающие Тихона в дорогу, продолжают разговор об увлечении Катерины. Варвара передает привет от Бориса и уговаривает Катерину спать с ней в беседке в саду после отъезда Тихона. Выходит Кабаниха и Тихон. Мать велит сыну строго наказывать жене, как жить без него. Катерину унижают эти придирки. Оставшись наедине с мужем, она умоляет его взять ее в поездку. После его отказа пытается дать ему страшные клятвы верности, но Тихон и слушать их не хочет. Мало ли что придет в голову. Вернувшаяся Кабаниха приказывает Катерине кланяться мужу в ноги. Тихон уезжает. Варвара уходит гулять, сообщает Катерине, что они будут ночевать в саду и дает ей ключ от калитки. Катерина сопротивляется, но потом все же берет его. Действие третье. События происходят на скамейке у ворот Кабановского дома. Беседуют Феклуша и Кабаниха. Появляется Дикой с жалобами на свою семью. Кабаниха упрекает его за беспорядочное поведение. Он пытается ей грубить, но она это быстро пресекает и уводит его в дом выпить и закусить. Пока Дикой угощается, приходит Борис, чтобы узнать, где глава семейства. Он говорит о Катерине. Хотя бы одним глазком взглянуть на нее. Вернувшаяся Варвара велит ему ночью приходить к калитке в овраге за Кабановским садом. Вторая сцена представляет ночное гуляние молодежи. На свидание к Кудряшу выходит Варвара. Также встречаются Катерина и Борис. После колебаний, мысли о грехе, Катерина не в силах противиться проснувшейся любви. Девушка обнимает Бориса и говорит, «Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда». Действие четвертое. События происходят на улицах и на бульваре Калинова через 10 дней после возвращения Тихона в город. Начинается дождь с грозой. В галерею полуразрушенного здания входят Дикой и Кулигин, который уговаривает Дикого отдать денег на установку солнечных часов на бульваре. В ответ Дикой ругает его и даже грозит объявить разбойника. Тогда Кулигин начинает просить денег на граммоотвод. Купец не понимает ценности этого изобретения. Затем, укрываясь от ненастья, в галерее встречаются Варвара и Борис. Она сообщает о возвращении Тихона, о том, что творится у них дома, слезах Катерины, подозрениях Кабанихи и выражает опасения, что Катерина признается мужу в измене. Борис умоляет отговорить Катерину от признания и исчезает. Входят Тихон, Катерина и Марфа Игнатьевна вместе с другими людьми, которые хотят спрятаться от дождя. Народ говорит, что грозы – это божественное наказание, а молнии убивают грешников. Находящийся среди толпы Кулигин говорит людям, что гроза – это естественное природное явление, что об этом давно известно науке. Катерина с ужасом ждет, что ее, не покаявшуюся в грехе, убьет молнией. Появляется сумасшедшая барыня, грозящая адским пламенем. Катерина не может больше терпеть и прилюдно признается мужу и свекрови в том, что она в течение десяти дней каждую ночь встречалась с Борисом. Кабаниха злорадно заявляет, что, сынок, вот и дождался. Действие пятое. Все происходит на высоком берегу Волги. Тихон жалуется Кулигину на свое семейное горе, на то, что мать посоветовала живьем закопать Катерину. А я ее люблю, мне ее жаль пальцем тронуть. Кулигин советует простить Катерину, но Тихон объясняет, что при Кабанихе это невозможно. Не без жалости говорит он и о Борисе. Входит горничная Глаша и сообщает, что Катерина исчезла из дома. Тихон боится, как бы она с тоски на себя руки не наложила. И вместе с Глашей и Кулигиным уходит искать жену. Катерина бредет по дороге. Она жалуется на свое отчаянное положение в доме, а главное на страшную тоску по Борису. Ее монолог заканчивается страстным заклинанием. «Радость моя, жизнь моя, душа моя, люблю тебя, откликнись». И вдруг появляется Борис. Девушка просит его взять ее с собой в Сибирь, но понимает, что отказ Бориса вызван действительно полной невозможностью уехать вместе с ней. Она благословляет его в путь, жалуется на мужа и гнетущую жизнь в доме. Навсегда простившись с Борисом, Катерина мечтает о смерти, о могиле с цветочками и птицах, которые прилетят на дерево, будут петь, детей заведут. Подойдя к обрыву, она прощается с уехавшим Борисом. «Друг мой, радость моя, прощай!» И уходит. Появляется встревоженная толпа и Тихон с матерью. Кто-то кричит, что женщина в воду бросилась. Кулигин бежит к реке. Тихон также хочет бежать к ней, но мать его не пускает со словами «Прокляну, коли пойдешь!» Тихон падает на колени. Через некоторое время Кулигин приносит тело Катерины. «Вот вам ваша Катерина! Делайте с ней что хотите! Тело ее здесь! Возьмите его! А душа теперь не ваша! Она теперь перед судьей, который милосерднее вас!» Бросаясь к Катерине, Тихон обвиняет мать словами «Маменька, вы ее погубили!» И не обращая внимания на грозные окрики кабанихи, падает на труп жены «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете? Да мучиться!» Субтитры создавал DimaTorzok